Скотт, как вы пришли к такому заключению с исходом Саши? Кажется, Саша никогда не была жертвой. Наоборот, она была сравнима с оружием, она как нож, она действительно стала холодным оружием. В какой момент ты думаешь, Саша окончательно решила принять пилюлю? Я думаю, это вполне стало ясно для нее, когда все, когда Ниган сказал, я хочу использовать тебя, чтобы как-то навредить твоим людям. И я прочувствовала это внутри себя, мой порыв был каким-то образом этому помешать, для своей семьи, для своих людей, чтобы их спасти. Просто иного выбора тогда вообще не было. Это был ее реальный только выход такой. Я думаю, она доросла до этого, чтобы сделать так. Саша не привыкла, чтобы ею пользовались. И когда он сказал, я хочу тебя использовать, она ответила, нет, этого никогда не случится. И смерть тогда казалась единственным выходом. И конечно, кстати говоря, гроб был именно моим планом. Я думал таким образом поквитаться с ним. Я вот на протяжении серии думал, ты думаешь, Саша умерла разочарованная в Юджине? Я думаю, да, все же она в нем разочаровалась. Она не смогла так рефлектировать, как он приспособится к новому условию. И естественно, она об этом про себя у него спрашивала. Она глубоко внутри прочувствовала его предательство. Потому что он фактически на ее глазах как бы вырос. Она его знала уже давно. И казалось, он более возмужал, более стал самостоятельным. А теперь она видела регресс в его случае. Все ради самосохранения. Логично, я понимала, что это своего рода страх. Ах, он виноват во всем, я уверена. Ну, действительно, она в нем очень разочаровалась. Но я думаю, она все еще надеется на него. Надеялась в последние минуты, что с ним еще не все кончено. Ну и конечно же, он дал тебе айпад. Джеффри, я хотел бы немножко поговорить о сцене с Энди и Чендлером. Ты второй раз их поставил на колени. По твоим ощущениям, это было последний раз или нет? Этот раз был очень отличен от первого. Энди был мега раздражен. Энди был настолько настроен драться, что он буквально не мог внутри себя пережить то состояние, в котором он оказался снова. И на площадке я буквально чувствовал, что он готов прыгнуть на мое лицо, чтобы его разодрать. Я не ожидал, что доведу его до слез в этот раз. Я думаю, что он думал в этот раз каким-то образом подстрелить меня. И я думаю, это было супер. И честно говоря, даже я был отчасти рад за него, потому что было приятно видеть Рика снова злым. Этот сезон был ужасно труден для него. И в итоге, в этот день, когда мы снимали, это привело к всеобщей войне. Плюс к этому мы наконец-то увидели Шибу в деле, наконец-то все началось и я думаю все было очень интенсивно. Особенно круто, когда Рик и Ниган встречаются нос к носу. И вы знаете, тогда искры просто начинают лететь во все стороны. Но это было действительно по-другому в этот раз. Моя жена удивилась, почему Рик на этот раз так легко, ну не то чтобы легко, на этот раз смог хотя бы словесно пожертвовать Карла. Что произошло в его голове на этот раз? Потому что Рик точно знал, что произойдет после его слов. Но Рик уже прошел многое на протяжении семи сезонов. Сейчас он понимает, что нет иного выбора, кроме как бороться. Падение как бы Мишон также сыграло свою роль на его словах. Он не сказал напрямую, пожалуйста, убей моего сына. В его голове было примерные слова то, что Ниган может делать все что угодно, но он все равно покойник. Почему Ниган так был ею восхищен? Да она была реально женщиной с яйцами. Я думаю, это реальная правда, но когда она самостоятельно пришла спустя огонь и пламя сама в осветилище, я думаю, он был несколько поражен. Он встречал многих людей в прошлом, но из этой группы он уже видел Дэрила, например. И он тоже, я думаю, несколько был им восхищен. Мне понравилось то дело, которое он предложил Саше, и я думаю, мы несколько увидели другую сторону Нигана, несколько умнее, почти даже человечную. Я думаю, что когда он сказал ей, я думаю, он был восхищен тем, как она придумала этот свой последний удар, он не смог никак это предвидеть. Я думаю даже, что она когда уже стала зомби где-то подсознательно специально напала на Нигана. При этом всем, я думаю, он никак не злится на Сашу. Он был удивлен, как она пришла к такому решению. И он реально был напуган в самый последний момент, когда она выпала. Он не мог поверить, что это случилось, потому что это не часть плана. Я не думаю, что он был жесток к ней. Он был удивлен, что что-то пошло совсем не так. Мне будет очень интересно посмотреть, как будет меняться Ниган уже в новом сезоне. Майкл Кудли сейчас на съемках в Канаде, но он оставил тебе приятное видео сообщение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скотт, что вы скажете о сезоне восьмом? Каждый год вы спрашиваете меня о следующем году. Я, естественно, ничего вам конкретного не скажу. Я лишь скажу, что это будет еще больше, еще более круче, более подвижно. И это я говорю каждый год. Первые четыре эпизода будут такими, что, на мой взгляд, они взорвут телевидение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА